Добрый вечер! Мы начинаем нашу вечернюю презентацию, вечернюю презентацию в рамках дня документального кино, организованного в Moscow Business Square, гильдии игрового кино, в рамках Московского международного кинофестиваля. Сегодня в первой половине дня у нас было несколько мероприятий, как круглый стол с представителями европейских телеканалов, европейских кинофестивалей, европейских дистрибьюторов, на котором мы обсудили последние европейские тенденции, вообще что европейское кино, европейские кинематографисты и телеканалы, индустрия хотят видеть от России, в принципе мы выяснили, что за последние 20 лет они ничего нового не хотят, Газпром, олигархов и красивые виды природы Сибири. И Большой театр. После этого мы провели презентацию проектов, находящихся в стадии производства, завершения производства, а также презентацию нескольких кросс-проектов. И по проектам, находящимся в стадии производства и завершения производства, наш партнер компания Canon, партнер гильдии игрового кино, определял вместе с нашим президентом гильдии Евгением Григорьевым, лучший проект, который мы хотели бы наградить. Мы получили сертификат на съемку 45 смен на камере Canon C300, снимающих четыре феи, насколько я понимаю. Сейчас, Кош, мы все расскажем. Они все расскажут. Дальше, сейчас после этого награждения, мы немного расскажем о наших текущих проектах гильдии неигрового кино и прежде всего о квартале ErgoDoc и проекте дистрибуции. И после этого мы перейдем, собственно говоря, к правовому семинару, на котором мы будем рады не только сделать презентацию, которую расскажет юрист гильдии неигрового кино Олег Жилинский, но и обсудить с вами, какие бы мы могли сделать предложения и дополнения в эти законодательные акты, не уходя в глубокие обсуждения, что это все надо запретить, отменить и попытаться откатить, а попытаться работать конструктивно с министерством, потому что, как вы понимаете, если законы принимаются и вводятся в действие так быстро, то нужно понимать, что это очень серьезное дело, и отменить это так просто нельзя. Надо пытаться работать, надо пытаться взаимодействовать, и поэтому мы здесь сегодня собрались. Передаю слово Евгению. Сразу двумя Евгению, Евгений Супачев, представитель компании Canon. Да, я Женя Григорьев, я президент гильдии. Значит, мы с Женей, в общем, с Женей мы сели, и я его спросил, ну, твой кандидат. И, в общем-то, это и мой кандидат, мы были единодушны, и заняло это у нас ровно 30 секунд, дольше заполнял этот сертификат. Значит, мы решили, что лучший документальный проект, которому нужна камера Си-300 или Си-500 с тремя объективами по выбору оператора, это картина «Счастливые люди Алтай». Дмитрий, идите к нам. Дело в том, что мы смотрели весь питчинг и перешептывались, и понимали, что все проекты, которые мы увидели, очень мощные по идеям, но оптические свойства кадра, как оптические свойства изображения, его разрешающая способность, там, ну, и куча-куча-куча-куча всего, говорит скорее о телевизионном изображении, чем о изображении фонтографическом. И поэтому мы знаем, что Дмитрий отправится на Алтай. Очень бы хотелось, чтобы все те технические достижения, которые воплощены в камеры Кэнон, помогли достичь наиболее яркой изобразительной выразительности. Помогли нам увидеть Алтай. Глазами Кэнона. Да, Женя. Спасибо вам. Можете встать все вместе. Можете встать все вместе. Спасибо. Я, со своей стороны, хотел бы сказать, что компания Кэнн поддерживает документалистов, российских документалистов, зарубежные документалисты поддерживают себя сами. В Америке 65% документального кино снимается на Кэнон. Я очень надеюсь, что с помощью нас, с помощью компаний Кэнон, мы российское документальное кино выведем на уровень качественный, на мировой уровень. Потому что с точки зрения сюжета, идеи, того, что мы можем показать, мы очень сильны. Но с точки зрения воплощения, как это выглядит, как конечный продукт, есть, конечно, определенные минусы, связанные с тем, что техническая база на стране просто отсутствует. Поэтому я очень надеюсь, что мы вместе с Гильдией, общими усилиями, поднимем уровень технической реализации наших, ваших проектов на мировой уровень, скажем так. Спасибо. Я сейчас скажу еще два слова. На самом деле, это первый из восьми таких сертификатов, которые мы будем, надеюсь, вручать на самых главных документальных фестивалях страны. И мы об этом уже принципиально договорились. И вот сейчас у нас идет процесс разговора с директорами фестиваля, для того, чтобы мы могли делать такие штуки, такие подарки каждому из достойных. Давайте каждому. Спасибо большое. Спасибо. Так, хорошо. Теперь мы продолжим. И рассказать мы теперь хотим о проектах, собственно говоря, гильдии, не игрового кино и телевидения, потому что, в частности, работа с Министерством культуры относится к этой работе. И прежде всего мы бы хотели представить наш новый сайт. Он сейчас загружается немножко неправильно, потому что другое разрешение экрана, но мы сейчас это поправим. Я бы хотел дать слово Никите Тихонову Рау, который представит проект дистрибуции гильдии, одной из самых болезненных тем для российских документалистов. Всем привет еще раз. Гоша, на самом деле, я думаю, что мне было бы удобней. Нет, давай мы сделаем так. Я буду рассказывать, а ты будешь параллельно с этим тыкать в должный парадный сайт. Друзья, когда год назад, даже немножко больше, около полутора лет назад, мы, молодая команда в лице Жени Григорьева, Гоша Молодцова, меня, Оля Куриной, Маша Мершниченко, Никита Сутырина начали заниматься темой ребрендинга, ревитализации гильдии игрового кино и телевидения. Собственно, мы поняли и начали при нескольких ключевых проблем центральных, вокруг которых мы все вместе сфокусировались. И мы поняли, что, а, у нас не хватает очень мощного индустриального ресурса информационного, к которому могли бы быть подключены все люди. И, собственно говоря, сейчас вы на экране видите результат этой годовой работы. Это портал rgdog.ru. Мы к нему движемся. Вторая тема очень болезненная, помимо отсутствия информации, объективной информации, информационной розетки, в которую могли бы подключиться неограниченное количество людей. Это была тема дистрибуции документального кино, потому что все понимали, что в этом есть потенциал, это интересно, но мы способны это видеть только на экранах профильных кинофестивалей. Но этого совершенно нет на телевидении. Или, например, этого совершенно нет в интернете системно. Поэтому мы стали собирать информационную базу по тому, где вообще, в принципе, может быть показано документальное кино в России. И мы эту базу, в принципе, за год собрали. Третий проект — это, собственно говоря, перспективой, связанной с... Да? Приклушайте просто, мы будем потише. Документальное кино стало затмевать игровую, совсем не знаю, поэтому мы можем немножко противник, противник неправильно себя ведем. Следующая тема — это стало, собственно говоря, партнерские соглашения, которые мы стали добиваться. И в рамках этого вы уже видите тоже первые исходы в лице, например, компании Canon. Но мы планируем в этом направлении дальше двигаться и со всеми главными производителями софта, техники заключать партнерские соглашения. Что, товарищи? Sony. А вид, а доп, ну, в общем, эта история большая, и за эту историю в большей степени у нас отвечает Ольга Курина, которую, надеюсь, тоже скоро нам будет чем похвастаться. Так вот, возвращаясь к вопросу фестрибуции. Мы поняли, что мы должны двигаться в двух направлениях. С одной стороны, мы должны собирать конечные точки, в которых это кино оказывается, ну, помимо фестивального движения. А с другой стороны, мы должны собирать сам контент, чтобы этот контент влить в эти каналы дистрибуции. Хочу отметить, что сейчас у нас есть определенные сложности с тем, чтобы структурировать эту работу. Говорю сейчас о своей воле в данном случае, потому что гильдия – это организация некоммерческая, люди в ней работают на общественных началах. И создать эффективную действующую дистрибуционную модель – это, извините, но это вещи, связанные с бизнесом. Это вещи, связанные с не просто желанием, а с конструкциями, людьми, их временным ресурсом и так далее. Так вот, расскажу про то, что нам удалось за этот год сделать. На сегодняшний день мы создали систему электронных анкет и запустили их в общественное поле, чтобы… Дальше. Что? Нет, я вижу, вижу. К сожалению… Сейчас все будет. Рассказывай дальше. Да. Систему электронных анкет, по которому мы стали собирать информацию. Какую информацию мы собирали? Мы собирали, например, информацию о том, какие киноклубы действуют по всей стране, от Калининграда до Владивосток, с какой периодичностью они показывают кино, показывают ли они его за бесплатно или за деньги, какое у них среднее количество зрителей, которые посещают эти документальные киноклубы, какая у них организационно-правовая форма, кто стоит за этим, там, юридические лица или просто частные инициаторы, да, люди, интуисты. Вот. И мы эту информацию собрали. На сегодняшний день в базе данных гильдии негрового кино по стране находится порядка 130 киноклубов. На мой взгляд, это совершенно потрясающая цифра, которая демонстрирует, что потенциал зрительского показа в документалистике, он колоссален просто. То есть, безусловно, если мы говорим о качестве собранной информации по этим 130 площадкам, то давайте будем осторожно размышлять. Понятно, что, наверное, половина из этих площадок, они вполне возможно такие полуживые, да, они регулярно действующие. Но зато есть вторая половина, которая действующая. Также мы понимаем, что часть из этих площадок, порядка 50%, они показывают документальное кино достаточно регулярно, например, раз в неделю. Также мы понимаем, что у этих площадок есть основные проблемы. Мы об этих проблемах у них спросили. Они сказали, что у нас проблем центральных две. Первое – это то, что у нас отсутствует качественный легальный контент, который мы можем показывать. И с другой стороны, у них отсутствует информационная поддержка, централизованная по поводу их показов. То есть им сложно собирать зрителя. Мы поняли, что мы должны вокруг этого сконцентрироваться. Что мы стали делать? Сейчас в гильдии разработан Гошин. Ох, Гошин. Сейчас я прошу зайти в раздел. Вот вы видите сайт сейчас гильдии игрового кино. Мы находимся в разделе дистрибуции. Вы здесь видите несколько вкладок. Это прокат документального кино, где объяснена общая модель, как это работает. Каталог дистрибуции. Это раздел, в котором вы можете увидеть те фильмы, которые на данный момент находятся в дистрибуции у гильдии игрового кино. И права на распространение которых по модели договора на неэксклюзивные права есть у гильдии. Здесь есть такие фильмы. Здесь очень контент очень разный. Есть фильмы такие яркие, лидеры, которые имели большой зрительский успех. Например, вот сейчас вы видите фильм Лены Погребежской, «Мама, я убью тебя». Есть, например, фильм Алексея Вахрушева, «Книга Тундр», «Бовести вокруг лука и маленьком камне». Есть наш с Ольгой Орловской с фильмом «Ваути», который мы тоже передали на дистрибуцию. Есть спарта «Территория счастья» Ани Моисеенко. Аня здесь или не здесь? Аня, вот, кстати, интересный вопрос к тебе, чтобы какой-то фидбэк у нас был. Почему ты отдала свое кино в дистрибуцию гильдии? Ну, вот, собственно, этой логикой руководствуются люди, которые на данный момент отдают кино в гильдию, и мы очень благодарны людям, которые сделали это в первый раз. Я хочу поблагодарить Лену Демидову за то, что она отдала свои фильмы, Влада Китковича, Аню Моисеенко, Женю Григорьеву, Таню Соболеву. То есть, на самом деле, это люди, которые пошли за нашим предложением, за наши идеи, смогли увидеть в этом перспективы, поверили в это. И сейчас все идет достаточно сложно, это так всегда бывает. Но главное, что мы чувствуем, что нам есть для кого работать. Вот, теперь я прошу подняться повыше. Итак, каталог дистрибуции. Дальше есть типовой лицензионный договор. Это тот договор, который мы предлагаем подписывать собственно правообладателю на это кино. Этот договор, он был результатом большой интеллектуальной работы, которую, в частности, курировал Оля Курина, человек с большим количеством высших образований в сфере бизнеса, юриспруденции и прочее. И вы к этому принимали участие, можно сказать, лучшие юристы. Этот договор согласован с представителями индустрии, что очень важно. Я говорю это, потому что я хочу, чтобы люди, которые в будущем будут сотрудничать с гильдией, понимали, это создано не просто на пальцах, потому что так захотелось и так пошла рука. А это создано так, потому что это требования конечных точек, которые будут показывать кино и их легальные требования. Мы предоставляем всем телеканалам, VOD-сервисам, киноклубам кино, которое кинопрокатным сетям. Вот я вижу в зале Олю Шипулину, которая представитель МОЗ Кино, и которой, я надеюсь, в ближайшее время мы заключим какое-нибудь партнерское соглашение с гильдией по более системному показу и прокату российских фильмов. Сейчас у нас переговоры ведутся с... Теперь нас стало уже затмевать игровое кино. По этому лицензионному договору мы, собственно, забираем права на эти фильмы. Дальше у нас есть в разделе киноклубы у нас есть партнерское соглашение, которое мы заключаем, в свою очередь, уже с конечными теми, кто показывает это кино. В данном случае речь идет про те самые 130 площадок киноклубных, которые это кино должны показывать. Боже, немножко повыше поднимись, пожалуйста. Здесь, по сути, мы говорим о том, что гильдия берет на себя на данный момент роль такого интегратора на рынке кинопрокатной сети. Надо понимать, что речь идет, по сути, о создании альтернативной прокатной сети, которая будет показывать документальное кино по всей стране. Что это значит для правообладателей? Что если правообладатель отдал нам свое кино, то его фильм, попав в дистрибуцию гильдии, одновременно попадает в все каналы дистрибуции. Туда идут телеканалы-партнеры. В данный момент это телеканал 24ДОК, это телеканал общественное телевидение России. У нас уже состоялись первые продажи на телеканал Культура. Также надо понимать, что то кино, которое отдается в гильдию по этому дистрибуционному договору, оно может попадать на биодесервисы. В настоящий момент мы ведем переговоры с МЕГОГО, такой большой портал, и портал Айви, о том, что во вкладках документальное кино будут оказываться фильмы членов гильдии. Фильмы переданы на дистрибуцию. Это важная вещь, потому что мы работаем не только с членами гильдии, но и открыты к сотрудничеству для правообладателей. На данный момент хотелось бы, чтобы ты нажал на кнопочку онлайн-карта. Это прообраз того, что будет создано и будет развиваться. Сейчас прогрузится. Вот вы видите сейчас, на данный момент, карту России, на которой нанесено пока что в тестовом режиме 5 точек. Это города Кострома, Москва, Владивосток, Красноярск. Нажав на кнопочку, вы будете видеть информацию о том, сколько залов, сколько есть мест в этом зале, с какой периодичностью там показывается кино. Впоследствии мы в рамках партнерских соглашений с кинофлубами сделаем так, что вы сможете по нажатию города увидеть, какое кино и в какое время показывается там. То есть... Но правильно я понимаю, что в Москве только один клуб? Нет, на данный момент неправильно, потому что их на самом деле очень много. Но у нас заключено партнерское соглашение с Центром документального кино, где за последние полгода было показано... Я не очень могу точно вам назвать цифру, но думаю, что около пяти фильмов членов гильдии. Мену Тимидову там показывали, Алексея Вахрушева там показывали. А? Китковича там показывали. А сам Нас там показывали. Только для любящей леди показывали. Наркоманов показывали. Что? Дневник наркоман. Возможно, но это происходило не прям как дистрибуционные работы гильдии, хотя мы могли бы рады, если бы это было так. Вот, значит, далее. Что я хочу... Вот я сейчас описал в целом, как задумана и как должна работать эта конструкция, да? Какой я хотел бы сказать в финале своей презентации главный месседж, главную мысль донести. Что в нашу задачу, собственно, входило не просто создать некое практическое действие, которое бы удовлетворяло отдельных участников этого рынка. Наша задача была создать А. Прозрачную Б. Эффективную С. Действенную модель, конструкцию, систему, которая открыта для всех участников, в которую можно влиться. Вот. Теперь я хотел бы услышать, возможно, какие-то вопросы. Скажи, пожалуйста. Я сказал уже. Я сказал. Давайте вопрос. Скажите, пожалуйста, вот эта система киноклубов, она уже подключена к ЕАИС? Или это как-то планируется? Я понимаю, что сейчас немножко другие задачи решаются, но, тем не менее, как будут взаимосвязаны вещи? Вы знаете, я хочу сказать следующую вещь. ЕАИС – это вещь, которая подключена, насколько я знаю, все, что связано с игровым кинематографом, или, по крайней мере, должно быть подключено. На данный момент нет. На данный момент мы поставили себе следующую задачу. Сейчас наша задача, знаете, мы сейчас собиратели. Так много разбросано маленьких отдельных кусочков в документальном пространстве, что сейчас наша задача склеить эту, понимаете, как чашечку, чтобы она была хорошая, чтобы она могла в нее влиться контент. Сейчас у нас не стоит задача монетизации на первом этапе. Я хочу это подчеркнуть. Пока что эта конструкция работает по принципу, мы такие, знаете, собиратели земель русских. На следующий этап, безусловно, это будут вопросы, связанные с монетизацией, но это отдельная история, и возможно, что мы придем к ЕАИСу. Но я думаю, что это бессмысленно обсуждать в перспективе даже там краткосрочной, среднесрочной. Это там долгосрочные какие-то могут быть вещи. Вопросы еще? Можно я задам вопрос? А вот среди того, что прозвучало, есть две организации, которые как раз нацелены на монетизацию. Москино может быть только на монетизацию, но тем не менее большинство показывает в сети Москино все-таки платный. И сервис Айви, это тоже абсолютно коммерческий сервис. То есть, что работы кильдии выглядят таким образом, что вы приходите к коммерческим институциям и прилагаете им работу бесплатно. То есть, например, в случае с Айви, они ставят фильмы бесплатно, но при этом их рекламный контент работает. По Айви мы сейчас еще в переговорах с ними, и мы должны будем с ними проработать эту схему. Потому что есть вариант, что мы будем... Я думаю, что это, скорее всего, пойдет по этому варианту. То есть, это будет окупаться за счет рекламы для Айви. Но поэтому они вам будут платить? Да, они будут нам платить, безусловно. Вот в случае с Айви, с такими уже прокачанными коммерческими вещами, это будет на деньгах построиться. А Москино? Москино, безусловно, платное. Потому что Москино не имеет возможности показывать, я так думаю, эти фильмы. Оля, пожалуйста. У нас не все платно, потому что для группы коммерциальных фильмов, которые связаны, это не платно. Поэтому у нас есть разные формы. Есть формы платные, а есть формы бесплатные. Когда мы берем картину на шаганную, то есть, как какие-то, если мы говорим, тогда это платные вещи. Но есть вещи, которые бесплатные. Я хотел бы еще сказать, что очевидно, что, понимаете, как продукт становится продуктом в тот момент, когда за него платят деньги. Если за этот продукт, а в данном случае мы технологически подходим к документальному кино, мы должны сделать из этого конкурентный продукт, который зритель покупает. Если он этот продукт не покупает, этот продукт не нужен. Это не продукт. Поэтому наша цель, конечно, будет монетизация, безусловно. Просто это нельзя делать сразу, потому что иначе мы не склеим это пространство. На самом деле, в данный момент экспертный совет, собранный из членов гильдии ИСК, отсматривает всю продукцию с 2013 год по просьбе Министерства культуры, потому что у нас есть возможность загружать на наш портал фильмы, которые были произведены, ровно для того, чтобы этот министр захотел оплачивать показы документального кино на площадках в стране. И мы предложили вместо одного пространства в Москве использовать нашу сеть киноклубов. И там денег хватает, по-моему, на 24 киноклуба на показ раз в две недели. Вот когда эта работа закончится, я уже не помню, по-моему, 200 фильмов уже отсмотрели, осталось там еще сколько-то. Вот они выберут 60 фильмов, а потом киноклубы будут решать, что показывать у себя на площадках. Если гильдия в среде других некоммерческих структур выиграет этот конкурс, то мы, собственно, будем компенсировать тем площадкам, тем киноклубам показ неигрового кино у них в городах, снабжать их агитационными материалами, поддерживать их через институции различного уровня, от классных до СМИ. И таким образом этот проект должен был стартануть весной, но у нас же все медленно делается. Я думаю, что осенью это случится, дай бог. И тогда вот этот ток фильмов в регионы пойдет. При этом вот те киноклубы, которые сейчас собирает Никита, и разные сети киноклубные, которые сейчас существуют, они тоже могут включиться в эту программу. Там главное будет выполнить ряд условий. Там собираемость зала, там технические условия показа. Ну, в общем, нормальные требования к кинопоказу. Поэтому, конечно, пока все это вызывает нервный смех, и, возможно, мы со стороны выглядим людьми, которые сильно мечтают. Но я думаю, что надо мечтать, потому что есть какие-то шансы, что мечты начнут сбываться. И все. Поэтому спасибо тебе, Никита, за работу в течение этого года. Спасибо. Давайте дальше перейдем. Можно у меня микрофон? Вот. Чтобы перейти к тому, о чем вы все собрались, мы постепенно наполняем наш зал всеми теми, кто подавал заявки, кто был очень в этом заинтересован, представителями совершенно разных сфер и сторон кинопроцесса. Я быстренько просто расскажу про портал ErgoDoc, потому что мы сделали за этот год все-таки достаточно большой объем работы, которую уже заметили, к которому уже настолько привыкли, что начинают требовать от нас, а почему мы не публикуем что-то, хотя до этого этой информации не было ни у кого. Портал построен по очень простому принципу. Это индустриальный портал, который выполнен в такой же форме, как и все национальные порталы документальных киноинститутов или просто киноинститутов. Есть основная новостная лента, поделенная на четыре подкатегории. Гильдия, индустрия, события, фестивали. Мы действительно стремимся и стараемся публиковать все новости того, кто где победил, у кого что где показывают, просто для того, чтобы самим понимать, что документальное кино показывается. Кроме новостной ленты, главная и наиболее посещаемая и используемая функция – это индустриальный справочник, состоящий из фильмов, в том числе, который мы используем… Вот мы создали анкету какого-нибудь фильма, и ее может создать как администратор сайта, так и сам автор фильма. Мы проанализировали много сайтов, на которых представлены сайтов кинофестивалей, сайтов разных киноинститутов, и сделали пока что такую простую форму анкеты, которая на самом деле имеет свой уникальный адрес, вы можете эту ссылку сделать, если вы член гильдии, вы можете попросить себе какой-нибудь уникальный адрес, там rg.ru.ru.ru.ru.ru.ru.ru. Мы это можем спокойно сделать, и вместо того, чтобы делать сайт, у вас будет хорошо оформленная страница с полной информацией, которую вы всегда можете через личный кабинет оформить. Важно понять, что это не просто анкеты, карточки фильмов, которые вы один раз завели, и они больше нигде не используются. У нас есть, например, раздел проектов, в рамках которых мы проводили отбор проектов по международному продвижению, и, по сути дела, 7 сегодняшних представленных проектов. Это результат отбора этих проектов, которые вы подали как заявку, мы их оценили экспертным советом по международному продвижению, вы их сегодня представили. И точно так же, в том же самом каталоге дистрибуции используется не еще одна дополнительная карточка проекта, это та же самая ссылка на индустриальный справочник. Мы используем общую базу, и в каждой новости даем ссылку на нее. Мы постоянно стремимся, чтобы люди узнавали не только о том, что какой-то фильм выиграл, но и что это за фильм. Поэтому, кроме этого, все эти анкеты фильмов, созданные в индустриальном справочнике, они используются также и для работы по оценке качества произведенных фильмов для экспертного совета Министерства культуры. То, что Женя говорил, то, что мы отсматриваем все, что было произведено за 2013 год, оцениваем. У нас есть отдельный внутренний портал рассылка, и эксперты, у которых есть право доступа специальное, они вместо этой анкеты видят чуть большую анкету, в которой у них есть возможность посмотреть окно фильма просмотра и также выставить оценки по тем критериям, которые были разработаны вместе с Министерством культуры. И таким образом люди и эксперты, и любые кинофестивали могут использовать нашу систему для того, чтобы обычные зрители, не зарегистрированные, видят просто анкету. Люди, которым мы присваиваем специальную категорию, условно говоря, кинофестиваль, документальное кино, они могут под этой же анкеты просмотреть фильм целиком, выставить оценку, и это все им сольется в единую анкету. Ну и, конечно, мы не будем долго рассказывать про все проекты, например, про проект рейтинг фестивального проката, который мы второй год развиваем, и в этом году значительно переработали вместе с экспертным советом, вместе с правлением гильдии игрового кино. Но, к сожалению, поскольку реализацией проекта занимаюсь я, в данный момент у меня основная загрузка была Московский международный кинофестиваль, мы не успели переработать систему оценки, утвержденную правлением буквально несколько недель назад. Но основная идея в том, что настолько мало информации о том, где показывается российское документальное кино, где оно выигрывает, показывается ли оно только на фестивалях, киноклубах, за рубежом или в России, чтобы идея была простая, собрать эту информацию и ввести вот этот мотивационный элемент рейтинга для того, чтобы выделить явных лидеров. Лидеры бывают в разных областях, в фестивалях, в киноклубах, в телевизионном прокате, в зарубежных фестивалях. И на самом деле критерии оценки могут быть разные, мы утвердили те, которые самые компетентные люди в российском документальном кино считают наиболее адекватными. Но смысл в том, что, по сути дела, первая десятка лидеров, она будет первой десяткой лидеров просто в разных форматах, как бы мы, какие мы бы оценки не сделали. Есть явные лидеры, есть успешные картины, есть картины, которые по нескольку раз показываются, есть те, кто стремится развивать театральный прокат, есть те, кто киноклубный. И вот этот рейтинг, когда мы его активируем, он явно покажет, кто в течение календарного года, а это основной принцип, получает основные призы, на кого стоит обратить внимание и заявит, что происходит реально в кино. Что очень важно, мы стараемся в этой рейтинге подчеркнуть, сделан ли фильм при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации или нет. В прошлом году, когда мы это провели, оказалось, что из 200 фильмов, которые удалось добавить в каталог в прошлом году в рейтинг, только 50 были сделаны при финансовой поддержке. И при этом, мы не будем сейчас обсуждать систему оценки, но смысл в том, что в лидерах ближайший фильм, созданный при финансовой поддержке, был на третьем месте, а в десятке вообще таких фильмов было всего, по-моему, 4, если я не ошибаюсь. Это один проект. Ну и самое главное, что сайт гильдии игрового кино является официально зарегистрированным средством массовой информации. Мы транслируемся в Яндекс.Новости, и это позволяет привести новых посетителей на наш сайт, которые ищут информацию о документальном кино в целом. У вас есть возможность через личный кабинет спокойно создать новости, проинформировать нас, а не нам искать на непонятных просторах Фейсбука и Интернета, что с вами произошло. Но добавить эту новость мы ее переработаем, сделаем в правильном формате, дадим все ссылки, и о вас узнают гораздо большее количество, если вы просто опубликуете это у себя на странице. Точно так же через этот личный кабинет, как я сказал, вы можете добавлять фильмы, проекты, свою компанию, вакансии, конкурсы и подписаться на новостные рассылки. В ближайшей перспективе мы доделываем еще несколько вещей, которые очень важно заметить. Это события индустрии. И под событиями индустрии я понимаю, прежде всего, самый элементарный, но крайне необходимый дедлайнер. И вот в этом проекте я буду взаимодействовать. Я занимаюсь в основном работой по порталу с компанией Festagent. И представитель Иван Золотухин здесь сидит. В Festagent серьезно ребята занялись тем, чтобы создать обычный каталог фестивалей с дедлайнами и возможностью подачи фильмов на эти фестивали. Я очень советую всем пройти на этот сайт. Здесь будет ссылка активная на 5 ближайших дедлайнов. Вместо того, чтобы разрабатывать очередной сайт, на котором в очередной раз заводить фестивали, и непонятно кто, если не будет обновлять их, то как они будут жить, мы решили подключать внешний источник, и это будет гораздо эффективнее, чем мы каждый год будем забывать обновить эту информацию. Мы полагаемся на ребят, и мы надеемся, что эти дедлайны будут точно так же вам приходить в рассылки на ближайшие, ну, которые у нас сейчас идет, два раза в неделю. Кроме этого, будет информация о просмотрах и лекциях. Это наш проект единого расписания, который в частности будет с киноклубом. Краудфандинг, это мы уже с планетой.ру разработали виджет, в котором будут отображаться те проекты, которые сейчас идут на планете.ру на краудфандинг, и можно будет понять, сколько кто собрал и кого из них поддержать. Ну, и когда мы доделаем рейтинг проката, здесь будет десятка лидеров проката этого года, текущего рейтинга, про которых можно будет узнать информацию. В принципе, это все, что мы хотели рассказать о сайте.